Я хочу, чтобы все, кроме Клирика, сделали еще один бросок на эндорансе. Походу, пора валить. И валить быстро. Я не могу просто так на халяву получить все скиллы. Мне надо помолиться, связаться с кордом. Ты не кажется, что это слишком? Нет, вы очень долго валяетесь тут. Тебе все нормально, сколько тебе? 19. Вау, 12. Дай мне секунд. Не каждый раз, когда вы останавливаетесь, либо делаете что-то длинное, долгое. Так, 12, да, у тебя? Короче, да, еще один Кахилинсовича себе отнимай. Я к ним добрался. У тебя уже два, да? Мне больше интересует, почему я не проверял эндуранс. А ты проверял эндуранс, когда сейчас встал после того, как помолился? Ага. В DC, может быть. 19. Все нормально. Отнимаешь? Они просто уменьшаются все время. Твою максимальность, допустим, ходи. Ну смотри, максимально у меня 6 сейчас. У тебя сейчас не 6, а 5 максимально. Значит сейчас будет 5. Нет, подожди, у меня максимум было 8, стало 6. А Хилинсерджи у меня сейчас 5. Сейчас 5. Все, пускай 5 и останется. Все, я понял. То есть у тебя просто максимальный твой запас сил уменьшается. Капец. А когда он... Да, это плохо. Гэсь, валим отсюда. Вот такой. Что значит валим? Быстро! Вдруг это не к месту привязывается. Короче... Валим... Валим... Валим караеда. Валим. Валим караеда. Валим. Что мы видим? Ведем в том направлении, о котором ты нам говорил. Хорошо. Вы возвращаетесь в комнате с колодцем. Ну вот мы в комнате с колодцем. Или это имеешь в виду? Нет, она налево. Стирай это все. Вы вернулись в комнату с колодцем. Вы зашли, получается, в нее с... Если север находится от меня туда. То вы зашли от нее с востока. Комната с колодцем это та, в которую вы в самое первое уходите? Или кто там? Я не знаю. Там их две было. В обоих был колодец. Да. Два колодца там было. Ладно. Давайте еще рисуем. Нету паладина, которая рисовала обычно. Рисуй комнату, в которую мы пришли. В смысле говори, как на шках рисовать. Комната примерно где-то 6 на 8. 6 здесь. 8 так. Большая. Лучше не так ее рисуй. Если так, тогда вы зашли вот отсюда. Туда рисуй еще остаток. Здесь еще проход сюда. И на юг тоже прямо по центру. Тоже на две клеточки шириной. Единственное место, куда вы еще не ходили, это как раз вниз. В данном случае вверх. Здесь по центру находится колодец такой 4 на 4. Глубокий. Это лестница вверх? Поставь себе где-нибудь в север, я тебе буду говорить куда. Все, север там. Вот на север. Туда вы еще не ходили. Колодец. Что вы будете делать? Друзья мои. Корт теперь с нами. Можете ничего не бояться. Идите вперед. И подталкиваю колодином. Не в колодец, а просто вперед. Я не помню куда нам надо идти. Ну, короче, туда. Вам на север. Ну, если вы хотите инвестигировать дальше. Если вы хотите валить, то вам на... Нет, мы инвестигируем полностью. Да, мы идем на север. Могу интерес ради достать серебряную монетку? Зажечь на ней свет и туда загадать желание. И заодно посмотреть, сколько на него лететь будет. А они не говорят вслух. Ты не говоришь вслух. Скажи мастеру. Ты говоришь мне. Больше никогда сюда не возвращаться. Ты умрешь. И ты телепортируешься в таверну. Нет, ты бросаешь монетку в колодец. Она летит довольно долго. И приземляется где-то метров тридцати. А что здесь нет джина? Падает в воду. Никогда сюда не вернулся. Падает в воду. Монетка. Бульк. Так как на ней горит свет, да? Ты замечаешь какое-то шевеление в воде. А монетка опускается на дно? Она сразу бульк. Я знал одного старого мага. И он заметил, как там в роду говорило. Никогда не бросайте ничего в тёмную. Там в роду был. Там было... А, подожди. В роду? Что вы дальше делаете? Это какой монет? Перед входом в море. Проходит ещё пара. Перед входом там полная... Монетка же горит. Что там происходит? Ну отсылку все. Больше ничего. Ничего. Пойдёмте дальше, сыны мои. Так, давайте наш глубоко уважаемый хакник пойдёт впереди тихонечко. А все остальные постоят в нему трогать чужие фигуры. Эээ, куда меня это пододвигает? После этого ты идёшь по краешку, да. Что? Ты идёшь по краешку этого коридора. Ты видишь... Ладно. Ходи сам. У тебя персопчёт пассивный 19. Ты видишь на полу, под тобой, следы крови, которые тянутся на север. Шепотом говорил. Нам сюда. Проверим. После того, как ты проходишь по этому коридору, перед тобой очень большая комната. Размером... Сколько коридоров? Ты своим факелом не видишь краёв. Ну, клеток. Краёв этой комнаты ты не видишь. То есть, там можно далеко. Похоже на очень большой холл. Хорошо. Ты не видишь ни стенки, которые можно... Докон уже сюда нашёл. Не, стой. А, нет, правую стенку ты видишь. Охренел. Правую стенку этой комнаты ты видишь. И ты понимаешь, что после коридора направо две клетки и вперёд как минимум пять. Вот так? Да. Да. Дальше не видит, да? Вот. А налево чё? А налево ты не видишь края стенки. А, рисуй далеко. Ты прислушиваешься и не слышишь ничего. А там темно? Слезы крови тянутся дальше. Там темно? Ну, я полагаю, что нам туда. Рисуй кровь туда. Можем обыскать комнату, конечно. А это огромный холл. Ты начинаешь ходить по нему? Ну, я не ходи, то есть захожу, то есть прохожу немножко сюда. Ты видишь не стесняясь или... Сажу на цыпочках и смотрю под ноги стены. А темно там? Там совершенно. Двадцать один. То есть ты видишь впереди тёмный туннель, вы остались в тёмном туннеле и видите, как хопит ходит по большой комнате. Я подойду тихонечко, чуть-чуть вот сюда. Я сейчас хочу узнать, насколько он шумит ногами. То, что его видно, это и так понятно. Я об этом сам сказал. Он с факелом? Да, он с факелом. А как я буду ходить без факела, мистер Палатин? Много маленьких, ну точнее не маленьких, а маленьких драконов. В диаметре колонн вознисающих. Возбушающих. Возбушающих до потолка. Потолок где-то в метрах в пяти над тобой. А колонны занимают клеточку или они маленькие? Не, они маленькие. Мне интересно, какие-нибудь дырочки в потолке. Дырочки в стенках. Не, наверное, не так часто. Потолок разрисован, не рисуй их вообще. Потолок разрисован фреской на какие-то дворские мотивы. Дворские мотивы. То есть там кто-то типа Волхалы. Или там кузни и тому подобная ерунда. Моловки. Оружие. Блажницы. Ухо. Короче, дворская утварь. На стенах примерно то же самое. Фигуры каких-то очень видимо знатных дворков. Я что-нибудь могу представить о том, что это может быть такое? То есть, ну не знаю, может быть до останки храма какого-то. Или тронный зал. Или хуйё-майё. Би-би. Ну... History. Я думаю. Не возьму. Паладин тихонечко еще чуть-чуть подойдет в латар. Ты думаешь, наверное, башт ворк бы узнал хорскую работу. Паладин, ты понимаешь, что если там надо было прятаться, то ты... Пройдя дальше... Как только паладин ушел, я дошла в топор. Пройдя дальше на север, ты видишь, что в правом... В северо-восточном углу комнаты. Это большой зал. На сколько она будет стоять? Не комната, а зал. Это сколько? Зал размером 8х8. Вот. В северо-восточном углу направо уходит коридор. В северо-восточном углу. Видимо, туда в самом углу. А вниз в 4 клетки шириной уходит проход. Вниз на восток? На запад? А кровь идет в проход, отмеченный аркой. Замечательно. Прямо, прямо, прямо. Скажи еще раз. Этот угол мы видим уже? Да, 8х8. Угрослик все обошел. 8х8. И вот здесь, на углу, вот так вот, 4 клетки шириной туда провод. По центру, что ли? Угу. Где-то так. Саркой. На одну клетку вправо его еще раздал. Ну ладно, уже не сделаем. Фиг с ним не сдвигай, это не важно. Андрей, это не важно. И кровь туда, кровь туда рисуй. Кровь туда рисует. Ну, саркой. Рисуй, рисуй. Много крови. Слушаю вас. Я не могу пропустить поворот. Он далеко туда идет, поворот? Тот поворот, ты подходишь к краю и видишь, что через еще 4 клетки... Давай карандашик я порисую. Хочу ее осмотреть. Тихонечко наш шепотом. Тихонечко, нацыпочка. Тогда от тебя осталось еще раз. Так. 13 плюс 8, 21. 21 осталось? Хорошо. Я знаю. Поперек этой двери прибита доска. На этой доске неразборчивым гублинским почерком на общем написано закрыто. На общем? На общем. Помните, что было? Это очень похоже, где сказано не ходить. Да, эти парни уже встречали одну старую комнату в логове крысов. На которой было написано не ходить. Тоже неразборчиво на общем. У меня с ними не было тогда? Там была вода, остров и какая-то. Ну, был я. Нет, там был остров. Был. Был. Вы потом отмотали и поменяли бой. А вот на той партии, которую отмотали назад и промотали бой, когда они щит там начали. У меня тогда нет. Одна моя пропущена. Вот. Вот как раз там. А вообще я там был. Хорошо. Слушай вас. А, ну, кроме того, что эта доска прибита прямо поперек. То есть она не просто висит, она закрывает. Ну, значит надо идти туда за экспой. Сколько он ходит там уже? Ты прислушиваешься и не слышишь ничего. И ты ходишь там примерно уже где-то минут 5, наверное. Так я их 5 минут. Парни тебя ждут. Ты обошел всю комнату. Посматривал фрески и мески. Сейчас опять будут проверки. Две минуты обойти вот эту комнату, извини. То есть вот так вот, тратя на... Минус 2 к следующей проверке на руках. Слушаю дальше. Ну смотри, давай по раундам. Ты же смотрел на стену. Ну хорошо, ладно. Хорошо, две минуты. Тебе легче стало? Нет. Окей. Слушай вас, сэр. Ты прислушиваешься к двери и не слышишь ничего. Я на цыпочках иду сюда, к ним. Окей. Бросаю мне с минус 2 стелс. Стелс. Вы меня слышите. Слышишь? 20, наверное. Окей, хорошо. И что ты говоришь? И что ты говоришь? Они еще ничего не знают. Показываю просто. Там дверь, говорю, на ней прибита, на ком они написано, закрыта корявым гоблинским. Ну я так понимаю, что он... Коридор еще на 4 клетки. Вот это широкий. Арочный проход. На 4 клетки. Вглубь на север. И заканчивается здоровенными арочными воротами. Может сломанемся туда? Очень высот. Примерно метра... Я бы проверил. Метра 3. Давайте проверим. Говорит паладин. Так, тихонечко подходим. Арочные ворота закрыты, тяжелые. Нет, стой. Арочные ворота закрыты, тяжелые. Таран нужен. Недавно их открывали, быть может. Ну, я не знаю, никто не подходил. Ну, следы крови-то туда ведут. Вообще, на самом деле, я прошу Хафтинга туда сгонять и... Топ, 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 топ. Ты сгоняешь? Сгоняешь, посмотрите. Открывай, мой белый господин с острым. Пожалуйста. В общем, на этой двери, во-первых, кровь все полностью задевали. Почему я смотрел всю комнату? Видно, что возле этой двери некоторое время провели те, кто полз этой кровью. Ну, кровь становится все меньше и меньше с каждым разом. Она становится все грубее. Она вытекает. Она становится грубее и чернее. Ну, потому что засыхает. У меня вопрос. Есть ли здесь на стенах факелы? Нет. Ну, подожди, ты говоришь про дверь? Нет. Дверь была недавно, ну, недавно точно открыла, потому что сарапки на стене, на самой двери. И она, на самом деле, слегка приоткрыта. Полуросли понимают, что толщиной эта дверь, ну, блин, я знаю, как минимум, сантиметров 15. Она слегка приоткрыта, но не достаточно для того, чтобы щель образовалась. Просто двинут чуть-чуть, не закрыли до конца. А послушать? Прислушиваешься. Может, мы забыли. Может, мы через боковые двери сходим? Обнимательно. Сжал зубки хафлингские, на острые пушки. 20 на кубик. Ничего не слышишь. 20 на кубик? Я иду. Но там ничего нет. Друзья мои, надо идти туда. О, туда. Пошлите, пошлите туда. Два дивайн-кастера. И оба идут не туда. А? Да идут куда уже? Куда вы идете? Мастер игрок. Игроки не могут идти не туда. Я знаю, знаю, знаю. Ладно. Короче, мы идем взломать двери. Закрыто. Закрыто. Да. Знаешь, как это разламывается? Я мастер вор, говорю. Я достаю такую пачку всяких маленьких штучек. Таких иголочек, ниточек, зацепочек. Говорю. Это не работает против приватных припиток. Эти игольники, паузя. Короче. Но. У тебя есть замечательный вырастой инструмент. Кракхаммер. Который он погнул в прошлый раз. Куда погнул? Ты его сломал когда в прошлый раз. Пытался сделать что-то. Рассказываю, смотри. Кракхаммер. Берешь камер, а это, кроу-бар. Ну так это я, извините, этого чувака погнул. Это не мой ломбул. Берешь. Что-то то, что у тебя погнуто в одну сторону. Берешь и другой стороной. Короче. Нормально. Пока вы там спорили, паладин пошел аккуратненько досочек. Не спорю. А вот. Как? Подожди, я к ней подошел. Хочу на ее посмотреть на досочку. Доска очень большими, здоровенными гвоздями. Гвоздями прибита. Она вообще мешает открываться дверью? Да. Хорошо. А между доской и дверью есть какая-нибудь щель? Нет. Вообще плотно. Очень плотно. Друзья мои, я помогу открыть эту дверь. Мы занырнем туда и нас никто не услышит при этом. Корт в этом нам поможет. Я сажусь, начинаю делать ритуал Сайленс. Он будет действовать вот приблизительно на эту область. Хорошо. Мне нравится. По-моему, я не помню сколько он там. На него что-то надо. Пару минут. Ну, на него 30 ингредиентов на 30 голды. Но у меня, когда я создал персонажа, по одному комплекту ингредиентов на каждый ритуал у меня было. Ну, ясно. То есть, у меня есть... Просто комплект еще. Ну, я не помню, что там точно надо, но... Ну, короче, просто 30 голды у себя, вытерпни. Ну, у меня, да. У меня записано просто. Ну, да. Столько-то ингредиентов на столько-то денег, я понимаю. Хорошо. Сколько там минут надо кастовать? По-моему, минут 5, там максимум. То есть, ну, там буквально пару минут. Я... Ты кастуешь салют? Я это время слушаю тут. Ну... Я понимаю, что ты слушаешь, не звук. Я хочу быть дальше от их салют. Я рассматриваю эту доску. Значит, короче, я еще где-то все-таки есть какая-нибудь... А по-моему, у Кастя все это делал, но ты понимаешь, что звуки становятся немного более такими глуховатыми. Подсматриваю, где-то можно все-таки подсунуть меч под эту доску, чтобы... Подсунуть можно, прямо по центру. Хорошо, подсунуть. Я хочу с краешку, чтобы рычаг был побольше. Хорошо. Значит, аккуратненько заболю туда меч, его вот так провернуть, чтобы рычагом, да... Подождите. Гвозди с одной стороны... Ну, естественно, он сначала дождался. Ну, я дождался. Я пока рассматривал, куда можно подсмотреть, и потом... Ну... Не, паладин не настолько там без мудрости. На моей силе... Ну, 14 мудрости, он все-таки... На стороне это физика и рычаги. 13 плюс сила, 7, 20... У него что-нибудь получается? Или мне ему помочь? Нет. У него... Аккуратненько... Отрывается... Но бесшумно, да. Да, но при этом бесшумно. Как... Ну... Бесшумно это большое бревно падает под дверь. За вот эту область как бы ничего не слышно вообще. То есть, в этой области... Бабах, бабах. Бабах, бабах. Не слышите ничего. Пока оно падало, я аккуратненько только отошел. То есть, так, смотри уже падает. Что мы видим? Она отвалилась. Дверь. В смысле? А, это он только бревной арком упал. Так, я на неё посмотрю, а там есть ручка какая-нибудь? Ну, пожалуйста, да, есть. Ну давай я попробую её повернуть и открыть. Открывай! Я пытаюсь повернуть. Ну ты сам спросил у мастера про ручку, сказал бы открываю дверь. Открывай дверь! Ну обычно закануешь деревянок, так. Ну ладно, короче, это обычная деревянка. Она опламывается и потом после этого пинаешь дверь ногой и она скрывается. Подожди, что ты говоришь пинаешь? Ну хорошо, ты её открыл! Короче, что мы видим? Вы? Ничего. В смысле? Стирай бревно. Теперь я так... Кстати, было темно. Давай, твой час достал. Где свет? И они вас не слышат, потому что Саленс всё ещё действует. Так а может вы слышите что-нибудь? А? Ну может. Или там знак нам подадите, что всё в порядке. Ты можешь выйти из-за предела ритуала. А я внутри могу слышать всё, что происходит. Я понимаю, они вас не слышат. Да, я прислушиваюсь, что там вообще. Ничего. Ладно, а я пошёл звать хафлинга. Как у тебя пассивный персепшн? Пассивный... Вышёл за пределы, говорю, мастер хафлинг, давай к нам. Ничего не слышишь. Я скинул рюкзак, открыл. Там вечно горячий факел. Что-нибудь я вижу. Ты видишь коридор. Ну, я к тому так сказал, что если там какие-то монстры, то я как бы фиг с ним с этим, буду им фигачить. Я понял. Ну, то есть я его не беру. Ты видишь перед собой коридор. Насколько клеток? Там темно. С факелом твоим где-то ещё на... Ну, факел лежит как бы на земле. А, я понял. Ну, на всё действие факела коридор ведёт прямо. А факел сколько действует? О, то есть там недалеко. Давайте звать мастера Хоби. Давай-давай, помогай нам. Тут нет факелов там или чего-нибудь. Мы с двей открыли. Вижу ли я следы, что здесь кто-то ходил. А, нет, я, ну, рассматриваю. Да. Не вижу. Ну, меньше чем пассивный. Меньше чем пассивный. Ты занял. Слушай вас. В общем, я не дозвался нашего Хоббита и я повернулся назад. Я несколько презентственно смотрю на нашего Хоббита с тех пор, как он попытался опустить мою магию. Вот. И несколько обиженно короче. Он не позвал магию. Идём. Как только меня обгоняют эти ребята, я собираю свою сумку. Ну и как бы дальше. Нет, что это вот было? Что это было? Хорошо. Они хотят. Они хотят убить меня. Не, ну ты сказал идём. Я тебя иду. В общем, вы доходите. Идём вперёд. Идём вперёд. Идём вперёд. А, вы идёте вперёд тихо. Ладно. Давайте я говорю, посвятите мне факелом, я пойду. Буду с мечом на готовье. Ну, очень классно. На 15. Ну да, не очень классно. Это что? Было. Это стелс. Это троечка на кухне. Ну, и вперёд вырывается паладин. Врывается. Я говорю, посвятите, а я вот с мечом на готовье идём. В одной руке щит. Ты, кстати, говорил это шёпотом. Ну, шёпотом, говорил. Ну, кидай стелс уже. Ты идёшь. Топ-топ-топ. Неплохо. Хорошо идёшь. Да, но у него стелс там плюс два, наверное. Ну, хорошо, если не плюс один. Скорей, ноль. Может, здесь стоит нарисовать комнату, куда мы пришли? В общем, паладин идёт, бряцает своим щитом. Подожди, а скрытность это не дексырить? Что? Скрытность это не дексырить? Скрытность это не дексырить? Он уже добавил. У него было минус два. У него было минус два. Из-за успеха. Из-за успеха. Из-за успеха. Вот. Он вообще идёт так. Пссс. 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 Я тихенька. Пссс. Я делаю вот так, и иначе народ встал. Ты доходишь до... Паладин поймаешь, что-то не так, и всё-таки постоять лучше... Не, ну, уже иди. Нет. Ты дошёл по-любому. Ну, дошёл. Ты считаешь, что ты идёшь скрытно. То есть, как персонаж, ты считаешь, что ты идёшь скрытно. То есть, что ты там выкинул 7, и на самом деле это нифига не скрытно... Ты стараешься идти как можно тише. Куда идёт? Куда идёт? Куда идёт? Да. Хорошо, перерисовывай. Так в смысле, попроси меня. Правильно? А у тебя есть факел? У меня есть свет. Он может бросать какой-нибудь крыль и её подсвечивать. Я хочу факел. Я могу тебе на острее любого предмета создать свет. Палку. Он сделает тебе факел. Деревяшку, палку ему какую-нибудь зажёг. Ты, может, вот это... Сой, не стирай. Может, это нам пригодится. Здесь нарисуй, Паш, эту комнату. Ну, ладно. Ну, может, мы ещё сюда... Да, может, мы ещё отступаем. Может, какая-то, как Харрисон Форд. Перерисовывай коридор, ага. Вот, он поворачивает, получается, на север. Может, нам надо было... Нарисуй ещё клеточки 3 вперёд. Вот, он повернул на север. Да. Коридор повернулся. А, точно, дай. Вот. И продолжается ещё примерно к 2 на 5. Давай на всех сюда. Ну, мы увидим. Оканчиваясь дверью. Старый. Было вот так. Дубовый. Вот так. Где она? От неё видит холод. Засовывает пули. На сколько на 5? Да. Ну, давай. И тут дверь. Давайте не так длинно, то место опять не хватает. Давай на 4, что ли. Ну, и здесь прям нарисуй. Ну-ка, дверь, дверь. Можно было нарисовать просто дверь, а не рисовать коридор. Да. И что? Дверь старая. Ну, пыли. Я хочу её осмотреть. Всё. Я тут встал, стою, молчу. Посмотрите, как она открывается. Я вот здесь стою. Не выглядываю из-за плеча. Если ловушки, то воровство. Если воровство, то это 25. Ты думаешь, что ловушек тут нет? Здесь чисто говорю я. Хочу рассмотреть саму дверь. Не знаю. Дверь открывается от тебя. А, нет. Поворачивается вот такой засов, и она открывается. Засов с нашей стороны. Засов держится на такой круглой большой ручке в форме дворской головы. Я берусь за ручку. Говорю Не, не получается, говорю я. Господин Паладин. Это был бред или хило? На 21 я понимаю, что захочешь меня подставить. Ладно, не понимай. Я иду так ищу Ладно, палатинка еще не понимает, что происходит и так поднимает этот засов И ничего не происходит Засов поворачивается и ты можешь распахнуть Ну и аккуратненько ее Что-то у меня спину И открываешь Аккуратненько, тихненько, правильно? Ну как могу Не сильно можешь, как могу В общем, ты ее тихенько так открываешь и потом Смотрите Она скрипит Она скрипит Что мы там видим? Коридор Ведущий еще на 6 клеток Чайше на север План удался, мы окружаем Этих чуваков К этому времени Коридор достаточно Не сильно большой 2 клетки 3 метра 3 метра Вот он 3 метра шириной И он 3 метра высотой Так это он Широчный вопрос Зачем было Ставить дверь прямо посреди коридора Что-то в этом есть Это не сильно большое Вы называете 3 метра высотой Должны быть двери и коридоры И комнаты Нет, просто 5 клеток этого Потом дверь Потом еще 6 клеток коридора Ты предполагаешь Тут явно что-то было Возможно Это склад Возможно Это тюрьма Ну просто все Стильный инжиниринг Возможно это еще что-то Просто нет дворфа Который просто Ооооо Тут пиво разливали Ну короче Что там было? У тебя такой кубик Чтобы никто не узнал что там Не, ну 4 там было То есть 8 13 Какой 4 Вон 13 Ты не знаешь вообще о чем-то Вперед, друзья мои Я не понимаю В чем руководствовались Те, которые поставили эту дверь тут Ты идешь вперед? Ну конечно Что с вами еще делать? Факелов Я иду впереди От вас футов на 20-30 Если кто-то меня Футов на 20-30 То есть на Да Ну 4-5 клеток Хорошо Вот так Стой Куда ты пошел? Коридор заканчивается Я за ним хочу Стой 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 Он пошел Ну пошел уже и пошел Мне не важно что там Ладно, что мы тут видим Нет Нет Вы лично, сэр Ничего не видите Ладно Полурослик видит Что коридоры заканчиваются тупиком И расходятся влево и вправо от него Отлично Так что ли? Да Антро лево Я пытаюсь соотнести местоположение То есть я так полагаю Что этот который на лево Тебе идут в той двери Которые мы видели Ну приблизительно В ту комнату За дверью Давайте уже наверно перейдем В пошаговый режим Потому что мне так хочется Киньте инициативу Черт Ох Первый без холодный Первый Угу Мммммммmpопл Да Ооо Что я так всегдаumsил Должна была увеличится у меня инициатива Да Должна была увеличится инициатива Должна была увеличится инициатива Да Ну и 0 Плюс одна вторая уровня.